Продолжаем выпуск. Молодые инноваторы Новосибирска сегодня представили микросхемы с высокой точностью вычисления, IT-программы для индивидуальной диеты и другие разработки. В технопарке очередной сезон бизнес-ускорителя «Астарт». Чем он поможет начинающим предпринимателям, расскажет Анатолий Харитонов. Новосибирских специалистов в сфере IT удивили жители Гонконга. По мнению наших земляков, питаются азиаты плохо, пренебрегают здоровой едой, их перекусывают на бегу. В самом посещаемом городе планеты будет востребован интернет-сервис по подбору индивидуальных диет, считает Екатерина Шевченко. Каждый пользователь вводит минимально достаточную информацию о себе. Это свой рост, пол, свою физическую активность. И уже наша интеллектуальная система предлагает ему конкретный набор питания на целый день. Туда входит и завтрак, обед, ужин и, конечно же, вкусный десерт. Например, рынок города Гонконга очень бы нам подошел. В России, особенно в мегаполисах, этот сервис тоже будет популярен. Сайт уже готов. Он работает в тестовом режиме. Сейчас авторы проекта разыскивают нутрициолога, специалиста по питанию, который поможет айтишникам усовершенствовать алгоритм составления меню. Такого эксперта Екатерина Шевченко ищет в технопарке Академгородка. Участвует в программе Астарт, где инновационные бизнес-идеи доводят до потребительского рынка. Это общение с единомышленниками, общение с теми бизнесменами, которые уже успешны в высокотехнологических областях, которыми интересуются наши участники. Это общение с экспертами. Налаживание деловых связей – это самое главное, что могут получить наши участники здесь. В программе Астарт зарегистрировались больше ста человек. Начинающие предприниматели, студенты, молодые ученые. Среди них специалисты в сфере айти, био- и нанотехнологий, приборостроения. Например, компания Игоря Сычева осваивает производство точных датчиков и микросхем с высокой скоростью вычисления. Мы пришли сюда с технологией, в своем роде уникальной, я считаю, в мире, и имеющей очень хорошую перспективу для коммерциализации. Это не полупроводники, это не оптика, это микроэлектроника из диэлектрика. Участников консультируют эксперты, проводят тренинги. 24 апреля защита проектов «Счастливчики» станут резидентами бизнес-инкубатора «Академпарка». Анатолий Харитонов, Александр Егоров. Новости ОТС.